Ну слушай, я уже не помню, давай у нас... О, наконец-то, наконец-то! Вторая карта Wild Geniuses против Entity. Решили проблемы, похоже, они были с наушниками. И, надеемся, посмотрим мы эту карту без пауза. Паритет по коэффициентам от BadBoom. 1.88 на две команды. Вы можете получить фрибет в 1000 без депозита. Просто регистрируйтесь в приложении BadBoom. Ну и, конечно же, вводите промокод LIMA. Не забирайте свои фрибеты, используйте его прямо на этой карте. Почему бы и нет? Так, тут Shadow Demon с Курьером вышел. Vision не установлен. Зато Vision расставили и Entity. Ну и сигнатурочки, да. Катауми на Trend Protect 3. Я думаю, кайф о нем им по полной. С Darkseer. Отличная пара героев. Согласен. То есть два милишника, да, с хорошими тычками. У Трента, конечно, не так много армора. Трент может просесть против Наги Сирены. Но при этом всем вот стоит Shadow Demon. Герой, мягко говоря, не то, что... Да, активный. Он больше так может подстакать, но для этого нужен сетап. Стаки ловить, ну, наверное, не будут, не будут, ребята. Будут как-то мансить. Купят стики обязательно. Ну и с другой стороны, как только Фурион получает шестой уровень, мне кажется, он может коннектиться в бот. Там сразу прилетаешь с ультимейта, убиваешь все эти иллюзии, просаживаешь Нагу, может быть, и убьешь. Точно заберешь, скорее всего, что-то у демона и сломаешь вышку. Очень многое у нас будет решаться в миде. У нас нападение. Стычка на руне. Так, не особо похоже на то, что тут ребята готовы драться. Просто забирают руну. Пытаются это сделать. Но по рунам будет в итоге 2-2. Вентиси подберут свою руну в лесу. Мы про Рикки с тобой не поболтали, да, наверное? Ну, под Рикки что-то понятно. Если Шрак, есть его шикарнейший стан. Этого будет хватать. Но, с другой стороны, тут и без Рикки был бы Шадоу Демон. Будет сетка Наги. Короче, без Рикки могли бы обойтись, ребята. Конечно. Ну, у Рикки Марвел справились ради хороший винрейт. Его не так часто пикают. Как-то там даже больше банили по ситуации. Но, тем не менее, с появлением шарда, да, вот этого дротика, героя почувствовали. Герои вроде как неплох. Опять-таки, тебе нужно подождать условно 15 минут. Сильно не просесть. В итоге мы видели много раз. Ты терпишь 15. Появляется шар. Самое главное, что был сетап. Если есть сетап, а сетап здесь имеется. Здесь, я думаю, ну, в первую очередь, конечно, можно играть с Лешраком. Но для этого Лешраку нужно выиграть линию. Ты не можешь играть активно на Лешраке, пока у тебя условно нет Бладстоуна. Ну, и желательно вообще, знаешь, да? На Лешраке особо не сываться. Ты должен как-то сыграть под сильную линию, там, спушить вышку. Занять вражеский лес. И просто аутфармывать до, там, условно, БКБшки и блинка. Ну, и в целом, всегда говорят про Рики, про сетап. Но в целом-то Рики с этим дротиком мы видим раз в разуме, как можно просто мешать в драке. Там, усыпил, там, какого-то саппорта, все. Вроде у тебя вся пикспит, но он уже не участвует в драке. Там, какой-нибудь дизраптор не может глимсануть. Не может поставить вовремя кольцо. Так что, да, Рики хорош. Тут спору 0. Да, и тот самый минрейт, о котором мы говорили. 10 игр, 100% минрейт. Ну, посмотрим, сможет ли продолжить свой триумф си-смайл в таком важном матче. Пока первая пачка крипов шикарно добивает. Сейчас будут пытаться еще и по таврам динайть по меньшей степени отдавать крипов ДП. Ну, слушай, винрейт-то хороший. Опять-таки, нужно смотреть, против кого играли, да и какие сетапы были. Вот здесь не смотрится так уверенно. Хотя в миде уже крипстат-то хороший у лишечка. 7 на 2. И динайд, и забирает. Стоит ровненько. Ровненько, на Боти, что у нас? По-моему, там за вышкой изначально там начали дарсить вместе с Эрнтом. А у нас First Blood. Опять-таки, Ватсон забирает. Мы эти поди до конца. Фишманы больно. Фишмана забирает. Сможет ли Ватсон здесь как-то добить? Да вряд ли. Все-таки Рикимары быстрый и армористый персонаж. Да, это Ватсон не надо. Надо фармить спокойно пачку. Идалонов можно каких-то добивать. На Мати уходит. Может быть, сейчас какой-то реген сам себе купил. Виспер передаст? Не передаст. Нет-нет, никакой регенос. Да, может быть, Висперу стоило. Стоило уже ошибочно. Поработать. Да, 6 танго. Корьер только сейчас появился. Конечно, подождут. Я думаю, ну, не критическое. Но можно было сыграть более грамотно. На Боте Тоби. Пока что начинает давить. Вот сейчас у ЕГЭ на самом деле особых проблем нет. Деревьев нет. Дорсир маленького уровня. Тренд еще не такой сильный. И можно стоять. Я думаю, можно даже пробовать как-то разминать. Такие вот сейчас неприятно. Панди его подсадили на вакуум. Чуть пробили, но не так серьезно. Ну, Пай, тут на топе все-таки в этот раз убивают. Фитчмана Мэтью выживает. Уходит на 30 хп. Но теперь уже пора на базу идти. Напомним, что все наши луки предоставили наши кореша из Нуфстор. Вы можете найти такие же в интернете. Кликайте на баннер по трансляции. И еще там будет промокод со скидкой. Ну и, конечно же, можете прийти в офлайн-магазин в Москве. Подробности под стримом. Давид. Давид, Энтити. Маловато маны. У драксира там определенно есть манга. Давид нагу. Нага, в чем ее сила? Это количество брони всегда. Но под Айншелом магический урон. И очень больно. И броня не работает. Ну неприятно. Бежит такой большой тренд под щитом. Начинает тебя резать. Если ты разворачиваешься, получаешь как раз-таки сид. Ну, хотя бы нага может сбросить. Вот панда никак не сбрасывает. Это у него как раз-таки дизрабшина. Панди больно. Пошел до конца. Катаоми под щитом. Он находится неприятно. Панди жарят. Бьют со всех сторон, зажимают. Это минус Shadow Demon. Слушай, а как думаешь, почему стики не покупаются на таких линиях? Здесь столько про спама идет. Ну, нужно брать. Мне кажется, денег нет. Shadow Demon. Хотя, можно было взять на первой, да? Ну да. Но и нага, как я смотрю, пока не спешит. Ну, как-то нужно повышать выживаемость. Сложно стоять. Вообще, в целом, ну, мы изначально понимали, на какую линию идете. Реген здесь должен быть. Как-то под вышкой нужно всегда стоять. Может быть, даже Хедреско такой пишет, чтобы не просаживаться. У наги там есть мангусики, что на самом деле правильно, потому что, ну, постоянно тебя будет харасьть. Посмотрим, вообще, какой билд будет. Вот у нас показ. Не так часто я бы видел на наге. Ну, слушай, мне кажется, сейчас собирается это плюс-минус одинаково. Ты покупаешь манту, покупаешь орки. Дальше уже там по ситуации смотришь. Сразу там манч слайер, покупаешь или выходишь с Тараско. Поэтому, как-то, честно, на наге по-другому-то и не билдится. Нага крутой герой. Нага может выворачиваться от Глимса Дизраптора. Там иллюзии нажать или манту нажать. Это не так сложно сделать, особенно с иллюзиями. Ты очень долго находишься вне игры, скажем так. Достанет фишман? Мы эти фишки увидим попозже. Ну, ничего. Главное, виспруту стоит. Время от времени нюхает крипов. Батсон очень много динайд. Мы видим уже крипстаты. И даже на центре. Может быть, сначала казалось, что ситуация крутая. Сисмайл давит. Штормштормер без фарма. Но, видите, как все поменялось. Штормштормер сам уже давит. И на любую атаку, любое давление. Даже с ультимейтом Лишрака Сифона отвечаем. И ты эту ДП не убьешь. Хорошо стоит. Штормштормер в меде. Чувствует ситуацию. На боте у нас немножко опять просадили. Шду демона. Развели на дизрапшн. Сейчас могут вторым номером нападать. Хотя маны мало у Дорсира. Вот нужно дотерпеть до Арканов. Арканы уже есть. Все очень хорошо у Тоби. На топе тоже себя шикарно. Чувствует Фатсон. Опять-таки в префарм. Ну и давайте смотреть, что будет делать ЕГЭ. В первую очередь, от них здесь многое зависит. Им нужно не супер сильно просесть на линиях. О чем я и говорил. Хотя бы по лавулам. Знаешь, чувствовать себя комфортно. Даже если преимущество будет условно 2-3 тысячи на десятый. Это не супер критично, если ты можешь давать отпор. Опять-таки все упирается в лисачка. Потому что ему нужно будет здесь играть активно в первую очередь. Если так подумать, да, вот Нага. Ты сказал Арчит Мант. Это классика. Когда ты хочешь плюс-минус играть агрессивно, когда у тебя есть спейс. Но ты играешь против Дорсирчика. Ты играешь против Фуриона. Может быть стоит играть пожать ней. Просто покупать Манту, Тараску. Выходить именно в лейт. Я вот не уверен, будет ли здесь Нага как-то полезно. Но с другой стороны, опять-таки с Арчитом ты полезен. Ты приходишь в драку. Ты можешь хоть что-то скастовать, что-то сделать. А вот с Тараской, ну ты можешь так сплитить. Постоянно напрягать карту. Но на драку, наверное, особо не придешь. Ну правильно ты сказал, что Смайла мы ждем импакта. Все же, когда ты играешь с Нагой, обычно это игра формата 4 плюс 1. Shadow Demon, Рикки, Дротик, Клишрак со станом. Энигма с Малифайсами, с Блэкхоллами. От этого идет игра. И в этот раз все же, если у тебя будет Блэкинг Бар, и Тренд Протектор нажмет свой ультимейт, то у тебя открывается возможность дать Блэкхолл без проблем. Это не матч, который мы сегодня видели. Игра против Глобала и Овергроуза одновременно. Минус Энигма. Как же легко. Просто Глимс. И дело в шляпе. Ватсон улетит на базу. Очень скоро вернется на линию. Может быть мы увидим уже Ватсон скоро и в атаке на других линиях. Да, начало, мягко скажем, неудачное получается. Хотя я бы, знаешь, драму пока не устраивал. Нага более-менее фарм. Вот и пока задавит. Ватсон не может помочь. Да, вот все три топ-натворд сейчас у Энтити, и это печально. Потому что нужно как-то давать отпор. Сейчас ЕГЭ, Тоби уже за вышкой. Вместе с Котовыми просто пушат, ломают, начинают форсить. Ватсон на топе. Ватсон не прилетит, но у него скоро уже будет ультимейт. Вот эти вот два фрага на Эннигме, там, словно ему дали очень много. И сейчас, я думаю, с этим ультимейтом как-то будут реализовывать свой потенциал. Игроки команды Энтити нашли панду. Все, это конечное пока что для него, скорее всего. Ну, идут, начинают жарить. Котовыми подходит. Сейчас будет Сид. Ну, убьют, убьют. Никто не летит на помощь. Его здесь просто-напросто продают. Не, он стики покупает только сейчас. То есть уже стадии линии почти закончены. Стики к DC могли быть полезны. Какое же давление на миде! И как восстановиться? Бладстоуна, само собой, нет. На восьмой минуте экзорцизм можно реализовать еще и в башню. Нет катапульты, правда. Но ничего страшного. И посмотри, нагло уходит в лес. И тут говорит тренд протектор, что фарма не будет. Кипербум! Акция от Бэтбум. Участвуйте в розыгрыше топовых девайсов. Забирайте гарантированный фрибет от Бэтбум. Все подробности под стримом. На баннер кликаете и забираете ништяки от Бэтбум. Ух, как-то пока все ужасно. Это преусловично ничь с профит, он еще не приходит. Вот такие моменты ничь с профит бывают. Они просто в мид прилетают. И в такие моменты можно было, наверное, даже прийти и забрать мид тавер. Мне кажется, ты прав. Ты абсолютно прав. Это дефолтный муф ты летишь как раз таки под ультимейт. Под там ультимейт дпшки, убиваешь героя и начинаешь пушить. Но с другой стороны у вас, насколько я понимаю, там перчатка, наверное, выход в мидас. Может быть, посчитал, что рано пока. Ну, то есть, коннектиться. Вдруг сейчас бы, я говорю, как-то бы там задефали, да, условно прилетели бы всеми героями. И смогли бы сделать не то, что там пару фрагов, да, а еще и в ответ пойти. Ну и давайте смотреть. 2000 на 7-й минуте. Это очень много. Руна у нас на боте забирает шторм-шторм. Да, я, похоже, вместе с Руны пытается и Рики прессинговать. Ну, и Рики, благо, есть очень простой эскейп. А не сдается Пакос, вот что мне интересно. Он мог ту же линию оставить, бросить ее? Нет, он пытается защищать, играется иллюзиями, там, крипов как-то съедает. Но в этот момент просто Нага не фармит, пока вот эти балабсто происходят. Пакос уже в лесу бы мог какие-то деньги вывозить. А так он, ну вот сейчас одного крипа с пачки заберет. Не самый лучший результат. Ну, очень сложно. АТГ активных действий ноль. Они только лишь дефаются, реактят на действия врага. Вот и начинается падпуш. А в миде Nature спросит, прокинул ультимейт. Пока что не летит. Где-то у нас намечается драка, по всей видимости. Ммм, на топе, может быть, Виспра. Посмотри, Виспра, там, зажал в пеньках. Пытается далонами хоть что-то сделать. Появился Black Hole. Но пока нет возможности его хоть как-то нажать. У Траксера будет достаточно быстрая Мека. Да, ты прав. Мидас, он, значит, профит-то готов, он летит. Ну, не вижу в этом проблемы, что Мидас появляется. Там, задерживаются молнии, ну, на 4 минуты. Может, даже поменьше, на 3 минуты. И вышечка в миде падает. И на поте падает. Ну, вот, цизма даже не надо здесь. Ну, слушай, ЕГ должны хоть что-то делать. Может, Блэхольчик прям в сандалить? Вот прям по-дружески. Ну, хотя бы в Катаоми нужно знать. В Катаоми, ну, давайте хоть убить этого героя. ДП выходит, экзорцизм поет через 3 секунды. Здесь нужен Энигма, здесь нужен Black Hole. Энигма летит, пытается убить Катаоми. Экзорцизм активирован. Теперь, не знаю, хочет ли Блэхол в такую ДП. И убивает. Все-таки долетает последний удар. Райт-клика, минус Си-смайл. Ну, и можно теперь уж точно допушить Тавр. Как бы тут ЕГЭ не старались. Ну, вот тебе и сноубол. Кто? Кто базарил? Кто? Ну, давай попозже. Я пока оставляю десертик. Ладно, ладно. Я еще не буду договорить пока что. Согласен. Еще ничего, скажем так, не предрешено. 4 тысячи на десятый. Ну, окей. Часто такое бывает. Иногда даже камбэкается. Еще один фраг для Шторм Штормера. Ну, как же он хорош сегодня. Ну, чувствует игру. Молодец, молодец. Там и у Ватсона все замечательно. И Тоби подключается. Ну, Энтити браво. Молодцы. Ломают две вышечки. И начинают заходить во вражеский лес. Ну, это очень... Нет, ты говоришь, так бывает. Но это очень много. Против такого драфта, который там под следующий экзорцизм может и Тавр зайти, а может и Врашана зайти уже. У Энтити в этот момент появятся и Молнии под новый экзорцизм. Ну, и мы же понимаем еще, какой тимфайт у Энтити сильный сейчас. То есть у тебя саппорты не проседают. У тебя там вакуум нажимается. Поля над того же Дизраптора Тренд Протектор уже с ультимейтом будут контролить. Тяжело. Тяжело. ЕГЭ щас будут постоянно бегать налево-направо. Что, у Нага без слипа, да? Напальна. Да, у Наги нет скиллпоинта дополнительного, поэтому Пакас отсюда не уходит никуда. Там Айншелл и ты эту магию. Ты же тоненький очень. У тебя хп нет. Бронитвые толку 0, потому что тебя там, по сути, реально не бьют. Только Айншеллы работают. Ух, 3-9 на 11-й минуте у нас факт от Дота 2 Ру. Дизраптор герой с самым высоким процентом побед за 10 плюс матчей в групповой стадии мейджора. 21 появление с винрейтом 67%. Ну и конкретно, я бы сказал, для Командэнтити это очень удачный герой. Винрейт за 80% на этом турнире. У Фишмана Поляна. На Энигму есть Дизрапшен. Ну что, наверное, придется отойти в этот раз. Хоть у Виспера остается 500 хп, продолжать атаку опасно. Пока что только дефаются ЕГЭ. Вот они сетапят какие-то, ну то есть пытаются ловушку, что ли, создать. Я даже не знаю, как это назвать. Вот на Афалене Энигму, да, они ее засейвили, но сами не смогли никого забрать. В четвером заставка Листопе здесь Нага, здесь Энигма. Два героя, которые сейчас не должны играть вместе, от слова, совсем. А Пакас уже не может стоять на боте. Ему там скучно, ему там прям неприятно. Вот Крис Майл зажался, ну и мы видим, что по фарму, конечно, сейчас будут отставать игры. Им нужно, в первую очередь, добрать какие-то шмотки и, наверное, уже пробовать имфальтиться. Вот Нага из игры выпала. Ей нужно сейчас, как минимум, добрать манту. Желательно после манта еще Тарасочку. Плюс Мэйдж Слейер. То есть это долгая-долгая история. А преимущество Тараскиот, причем как на дрожжах. Ты правильно говорил еще в начале игры, что ли, Шрак с Бладстоуном, от этого будут ребята действовать. Унигмы к этому моменту появятся грифсы. Ну и в 15 минуте Рикки должен накопить деньги. Очень все грустно с экономикой Рикки Мару. Нужно просто сейчас вот фармить, фармить, ничего не покупать. Чтобы с 15 минуты можно было выходить какие-то ганги. Они-то уже, значит, профита убивают легко. Ну просто легкотня будет выходить, никакие ли у Нармора там не помогут. Так что сдаваться нельзя. Сейчас, я думаю, новый экзорцизм появляется. Они-то вполне могут в очередную атаку пойти. Ну и давай посмотрим. Вот Мэтью стоит на боте. Его, конечно, здесь никто не трогает. Не тот фраг, который ты хочешь сделать. Тоби может просто занимать вражеский лес. От фармить всегда вышечку толкать под бот. С другой стороны, наверное, по кулдауну экзорцизма можно атаковать. Вот, наконец-то, Виспро дает Блэк Холм. Не жалеет. Кота Омми подходит сюда Мэтью. Но я думаю, жалеть не стоит. Потому что ты его и так не давал. Ну, вот, браво. Есть один фраг. Неплохо. Можно подышать. На топе Фишману напрягает. Фишману больно. В Соло убивает его здесь Пакас. Но что же Штормер на месте? Есть ли Слип? А Слипа нет? Нет, ничего не будет. Ну, вообще, странно. Да, в такие моменты задумываешься. Ну, понятно, хочется рептай докачать. Но не хватает. Не хватает возможности просто нажать ультимейта и уйти отсюда. И он бы реально ушел. 5-10. Да, понятное дело, Блэк Холм круто. Убить хоть кого-то. Но сейчас столько времени у Энтити. Ты просто чувствуешь себя спокойно. Без Блэк Холма тебя просто не убить. Давай смотреть. Как будет, все-таки свое преимущество реализовать как раз-таки Энтити. Потому что мы видели Астр сегодня. При том, что они вроде бы неплохо начинали. Не так круто, да? Но, тем не менее, там 2-3 тысячи они всегда вели. То есть до 10-ой. Это очень хорошо, я считаю. Но они не могли продолжить свое, да? То есть просто темп у них в какой-то момент заканчивался. Не получалось сноубоулить. Какие-то моменты они собирались, стакались вместе, находили саппортов. И ни к чему хорошему это не приводило. Смогут ли так ЕГЭ растягивать по карте и камбэкаться? Потому что уже нужно именно камбэкаться. Ну, давай подождем, пока появится шарт на Рикимару. От этого нужно, наверное, отталкиваться. И смог. Интересно, а что они тут хотят сделать вот этой триплой? Ну, демон с ультимейтом, да? Но в остальном тут что-то как-то не густо. Транспротектора пытается Катаоми найти. Ну, давай посмотрим, Катаоми будет ли его спасать. Малипайс, тучка, пурш. В сандале ли все, что смогли. Мэтью, извините, Катаоми умирает. Фишман приходит, попытка разми... А, тут не только Фишман. Тут вся бригада команды Энтити. Сформы, Энигма, Сайлансы, Телепорт. Если чем сбить, Тоби, вакуум, нажимая, Телепорт сбивает Висперу. Виспера убивает сформом. Мэтью, Мэтью уже дерется до последнего, пытается убить Фишмана под Далонами. Молодцы, круто разыграли. Максимум делают из этой ситуации. Понятное дело, что все равно не очень удачно, но сойдет, сойдет. И в это время Си Смайл пушит. Круто, круто. В целом, момент все же в плюс для ЕГЭ. Конечно, в плюс. Во-первых, лишь Ракуна с пофармом. Во-вторых, Нага сверху, да. То есть стоит и бьет крипов спокойно, без напряга. Вот если так играть, то, я думаю, ЕГЭ могут еще что-то показать. Хорошая вылазка, да. При том, что размен вроде бы равный. Убили, конечно, там и Энигму, но хоть что-то от команды. Как-то пока Ватсон, знаешь, не очень охотно подключается. Вот кроме ультимейта, я не вижу от него желания прийти, прилететь. Вот как мы и говорили, там на мид прийти, тавер запустил или сейчас прийти в тимфайт. Нет, Ватсон игнорирует драки. Просто остается пока на качи. Ну, похоже, просто выформит там поскорее себе глейбер через пару минут. И коэффициент от бут-бум, да, шокирующие на 15 минуте и 7 секунде. От 0.4 на Entity ровно 10 на перуанских злых гениев. Ну, как-то не знаю. Я все же... Я вижу план B. Я вижу, как Evil Geniuses здесь возвращаются. От Entity пару раз на своем сноуболе ошибутся. И ЕГЭ просто задавит, там не задавит, а затащит игру за 40 минут плюс. Ну, интересно, интересно. Мэтью глимсует назад. Поляна на Рикимару. И Рикимару... Рикимару умирает, естественно. Естественно. А как тут пережить эту атаку? Манта стайл у Наги отказывается от Эркидеи. Пока что в угоду мэйвслейера. Пингуя, пингуя, перехватывает шторм-штормер. Давайте посмотрим. Нага без ультимейта. Десятый уровень. Есть Манта, но ультимейта-то нет. Нет, Пакос бежит, будет пытаться играть с Мотостайлом. Это провал. Или не будет играть. Он уже в тильтик ничего не прожал. То есть ритая взял, талант взял. Ну, я вообще не игрок на Наги, но интересно потом аналитику наших послушать. Ну, даже не первый. Это уже третья смерть. Третья смерть и по таймингам нажимал три ультимейта. Опа. Есть Блаттоун. Свеженький. Свежайший. А хватит ли этого нужен дизрапшен? Нет, Панда не успевает. Так, откуда столько урона? А там дело не в уроне. Дело в том, что Блаттоун был прожат, а как раз-таки ультимейт нет. Панда. Панда бежал на помощь, хотел подсейвить тимейта, а в итоге минус 3. Ну, Шторм Штормир бешеный. Просто бешеный. Он там уходит. Ну и... Ты говоришь, Блаттоун не жалил, но все равно настолько много урона. Высаживаю там за пару секунд. И... Как я видел Сеншкая, да, УДБ, она еще очень плотная. Ты не можешь ее убить быстро. 7-16. Просто разнос перуанцев. Родные трибуны смотрят. И обычно, знаешь, там в футбольские моменты уходят родные трибуны со стадиона. Понимаешь, что что тут уже смотреть? Ладно, надо играть. Надо играть. У тебя такой драфт, который имеет шанс на камбэк. Да, уже он мал. Понятно, что антити сейчас должны продолжать давить. В конце концов, 17-ая минута. Дротик есть, Блэкхолл есть. Надо пытаться что-то делать. Убить там того же Дарксира. А пытаться убить ДП вот этой всей компании с Блэкхоллами и так далее. Слушай, а что пытаться? Наверное, только от Блэкхолла могут как-то отыграть. Нужно, чтобы антити очень серьезно ошиблись. Подставились под Слип и Блэкхолл. Мэти подставился, его нашли. Да, Крис Майл начинает оризовать. Очень больно там иллюзиям. Также Фишман, но драк продолжается. Здесь что, Штормер? Поляну поставили. Все-таки успел Фишман. Фишман не умирает, понимаешь? Его не смогли убить. Смайл, по сути, в эту драку один заходит. Нага еще не готова. Вот ты был абсолютно прав. Я вот не помню, говорил я для этого аналитика. ЕГЭ играет не в свой доту, не в свой пик вообще. И у них не получается. И они играют как будто против себя самих же. Еще в рамках групповой стадии. С этим активным, динамичным пиком. У Наги есть ультимейт. Поет Факас. Глейбнера Ватсона. Телепорт появляется только сейчас. А успевает ли Нага уйти? Ну, вроде как, да. Прямо впритык-притык, но уходит отсюда Нага. Слушай, они рано ли дали Глейбнер? Ну, понимаешь же, только один аут, да? Нажать тэп-аут. Может быть, стоило подождать Ватсона. Он вроде бы стоял на краешке. А у Глейбнера как раз таки позволяет рейндж вот. То есть кинуть вот прям на максималочку, чтобы тебя не доставал, как раз таки, сон. Но, тем не менее, Нага ушла. Знаешь, ну, ничего страшного. 12 тысяч там, 11 тысяч преимущества. Все очень хорошо по карте. Энтити давят. Энтити играют активно. Наверное, последующий как раз таки уже готовый экзорцизм. Можно продолжать агрессию. Можно забирать Т2. Облизать как раз таки карту. У Ватсона вроде бы есть уже там, ну, то есть Мидас Глейбнер, да, дальше. БКБшечка. А потом посмотрим вообще, что он захочет здесь купить. Скади смотрится тоже неплохо. На НТС, естественно, в атаке. Чего им ждать-то? У них Дес Профит с экзорцизмом. Нейч из Профит очень большой. И Пакос в этот раз уже не переживет атаку. Опасно. Пакоса успеет ли он отсюда уйти? Но он остается, он остается, он жадно создает новые иллюзии. Катаоми. Преждевременный ультимейт, но дальше уже делать нечего. Блэкбол. Окей. Он очень быстро сбивается. Наверное, секунды не прошло. Залесел Сайленс. Но что он, что, наверное, в опасной позиции могут убить ДП. Минус Дес Профит. Минус Дес Профит. Размен пока очень хороший. Ватсона притингует. Идет до конца. Сисмайл. Ватсон с Аегисом. Что делать теперь? Что делать теперь? А как спасать-то? По тому же стан по таймингу выдать. Ватсона. Ватсон ловит стан. Выходит Тоби. Много урона Ватсона. Глейбнер в последок. Ватсон умирает. Должны разменяться. Минус Сисмайл. И умрет здесь также. И Тоби. Опа. Что, 3000 уже отыграно. За Фишманом гонится дальше. Ну, ничего страшного. Убьют его, не убьют. До конца пойдут. Я уверен, он прочекает сейчас. У него кулдаун телепорт. Но давайте смотреть. Потому что отыграли 3000 золота. Ох ты ж. И посмотри, сколько по XP. А получается перенаглели. Я не знаю. Блэкхолпом особо-то и не заряжал. Нет, нет. Но ДП оказалось в эпицентре. И мы возвращаемся к Деспрофит с ее билдом. Как я понимаю, Блэкинг Барретт, а нет. И, конечно, тяжело немножко вот так вот заходить в драку. Когда Лишарак жжет Фишман. Ладно, Пахос. Ой-ой-ой. Сетку кинул. Но она уже полетела как на фонтан. Мы видим по траектории вот эти движения. Молодцы. Молодцы, ребята. С таким драфтом, как у Вилджейниса, создаваться нельзя никогда. Давай посмотрим. Начали фокусить. Не пробили. В итоге спрячут как раз таки Штолдемон. Перестают фокусить Нагу. Начинают как раз таки помогать Шторм Штормеру. Да, умирает у нас Мэтью. Но это тот самый Мэтью на Рикемару. Крис Майл наносит много урона. Он самое главное сжигает здесь Ватсона. Также там Нага разбирается с Трантом. Ну и по сути дела все. Потому что нету стенки, нету вакуума. Фишман тоже без ультимейта. Комбинации нет. А Фурион без БКБ ничего не может сделать. Все-таки он умирает на стан. Как раз таки проблема с Фурионом всегда в том, что не хватает у него какой-то момент, не знаю, то ли выживаемости что ли. Не может ему так драться. Но ошибочка. Может быть он сейчас захолдится до появления Блокимбаров. И тогда уже выйдут снова в активную фазу игры. Тяжеловато становится. Очень много магического урона. Не только Лельширак работает. Ну и это пространство. Мы видим, что Нага все ближе и ближе. В двойку может войти по Натворсу совсем скоро. Так что, ой, ну так немножко волнительно за Энтити. Конечно, слушай, а вдруг это начало? Вдруг сейчас ЕГЭ опять-таки почувствовали вот кураж, сейчас начнут играть более грамотно. Если следующий Black Oil будет красивый, да, там условно, по двум, по трем героям, то, мол, Ли, можно и камбэкнуть. Испайп, грифсы, да, но пока что ни блинка, ни БКБ у Виспера не имеется. Ну да, Виспера готовится. Как раз вот к играх, когда затянется, там, если затянется до 40-ой минуты, то, само собой, он уже себе уже докупит себе и блинка БКБ, и там где-то рефрешер можно покупать, тренд протектор, это хороший пик. Если у тиммейт у тренд протектора один, а у тебя будут два Black Hole, то точно, точно закастуешь как надо все. 12-19, все. Энтити, ну не то, что в обороне, они просто качают свои слоты. Рики, ну начинают тоже работу делать. Бой нет. Он стягивает на себя внимание, убивает курьера, то есть увеличивает экономику. Сейчас энтити тоже поджали, ждут БКБ на фурионе, ждут БКБ на той самой Death Profit. Опять-таки, у Крис Лака тоже БКБ скоро появится, уже практически готово. А Лишрак уже большой, вот спорить не будут, Лишрак уже может драться. Какие есть проблемы здесь у Лишрака? Ну, наверное, если только в него полетит ультимейт. Тренд Протектора, а его начнут фокусить там под духами, да, вместе с Вурионом, тогда да, неприятно. Но, опять-таки, есть шеду демон, который всегда может подсейвить, что очень круто. Ну, уже он с Блэкин Баром, да. Тренд Протектор, может быть, ультанет, но дальше вот как выливать урон, даже Death Profit ничего не сможет сделать. Экзорцизм, ну, уже маловато будет на таком этапе. Вернулись в Вилдженисус. Да, они проигрывают все еще 8 тысяч золота, но эта драка, я думаю, прям вселила надежду самим ребятам, что они могут эту карту играть. Смоук, атака, игра без наги, игра под Blackhold, ротик, там, стан лишь рака и все. Ну, короче, они убивают любую цель. Может быть, только с Нечи с Профитом будут проблемы. И то, несмотря на Блэкин Бар, не факт, что он успеет его нажать вовсе. Так что вполне вероятно и НП получится добить. Ну что, Блэкин Бар вырисовывается со стороны антит. Все, антити готовы. Они вот холдили время, ждали. Нападение на Драксира. Драксир блатноватая цель с грифсами. Не самый удобный фокус, а его убить так быстро не получается, как хотелось бы, Блэкинер, Статик Шторм, убить быстро. Рики пытаются. Стисмайл, живучий. Но и Тренд Протектор в Блэкин Бар закидывает прикопочку. Останавливает Лишарака, Виспра, Телепорт их, гонит Панду. Летит Ватсон сюда. Круто, антити. Почувствовали свою слабость. Дофармили два Блэкин Бара и вернулись. Ну и Вилджинис ошибается. На Драксир, цель выбирать Драксир и так очень как-то аккуратно нападать, конечно, вы его не убьете. Не хватает верст с урона. Опять-таки, Ник Бодани Берси, также Рики Мару, Сабадеман, Джуни, у нас Шедоу Демон там, конечно, накинул Пуршну. Да, Лишак Стан дал проказ. Не могли они убить никак этого Драксира. В итоге он выживает, прилетает вся команда. Очень хороший фокус. Опять-таки, Лишак прожал БКБ вынужденно. И получил у тиммейта Трента. Ну и сразу же его пошел по нему фокус. Все очень круто делает сейчас у нас. Егэ, ой, Егэ, Энтити, Слип, Пакас. Ну, должен уйти, да, никак, как, здесь не поймают. Опять-таки, ждем второго Рошана, потому что должны идти. Подожди, фу. Я испугался уже. Куда он там летел, интересно? На топ. Ну да, да, опасно. Тем более, Нэйчис профит тоже не дремлет. Мог бы прилететь Глэйтнирчик, подкинуть. Такие моменты, если говорит, что может дотянуться. Это вообще опасная история. Могла бы быть. 12-22. Да, может быть, Энтити свое преимущество возвращает. Но игра, в конце концов, она затягивается. Нага фармит, фармит, фармит. Я с тобой соглашусь. Темп сбит вот этот Энтити, темп, которые могли уже к такой минуте к хайграунду доходить своим эгисом еще. Ну, все шло к тому, что они идут уже, ломают Т2 вышки, да, закрывают по карте, забирают второй эгис и начинают прямо идти в хайграунд. Но, посмотри на Нагу, она уже третья, плюс-минус вторая по натворству. Я вот думаю, что Нага фуриону, наверное, матча приятна для Наги. То есть, Нага все равно плюс-минус фармит, затягивает эту игру в лейт, а вот у фуриона есть проблемки с иллюзиями. Ну, посмотрим, все еще, знаешь, очень интересно. На втором Рошане, я думаю, будет эпичная развязка, потому что Энтити точно пойдут форсить. Энтити нужно забирать Рошан, нужно как раз-таки уже доламывать Т2, закрывать по карте и, опять-таки, форсить хайграунд. Они на таймере, я считаю. Так, ну смотри, Смоук от команды Эвил Джейнисос, похоже, Энтити также готова разбивать Смоук. Я вижу, Вард стоит у команды ЕГЭ на двойке противника, но он не видел этот Смоук, поэтому Энтити выходят в неведении противника. Смоук на Смоук, Нага, без ультимейта, да, и с важным экзорцизмом пока нет, но я думаю, он вот-вот должен появиться. Но вряд ли бы ребята без него атаковали. Нага заходит на двойку, ее видят, очень нагло, очень нагло, без ультимейта. Ну, Пакас байтит на себя, да, показывает, что он тут не один. Катауми прыгать тут просто с ультимейтом уже не будет, он почувствовал, что Манта слишком быстро контрит его. Есть тарасочка у Наги из позитивного, но посмотри, как быстро люди все равно падают, там Дарксир двумя счетами, да, спокойно их пробивает. Посмотрим вообще, что будет покупать здесь Тоби, насколько я знаю, Наги берут Аганим, но он хочет в первую очередь купить себе Блэкин Бар, наверное, против тучки, да? Сложно, сложно давать свои косты, если ты попал под стану, словно, да, под тучу, могут тебя и там все-таки убить. Ватсон, БКБ, Клипнир, дальше Сатаник, хорошо. Теб хороший, мне нравится. Дефолтные предметы у Ватсон, в принципе, тут и так и нужно собираться, там в какой-то керасе нет необходимости на данном этапе. Ну что, у нас смоук было той и другой команды, ничего не получилось, а Рошан-то уже появился, очень быстро Рошан контролирует эта команда энтити пенечками. Пенечки идут на разведку, посмотреть, что тут на двойке происходит, что происходит на линии, кстати, найдет, найдет от пенечка, минимум или широка, еще и может быть шеду демона. Опа, реки, также пошел на разведку, похоже, хочется обновить варды, вот это удобно так на реки заходить, вижен расставлять и противнику всегда проблематично этот вижен искать в будущем. Да, да, вард заканчивается, сейчас Матю может какой-нибудь даже поглубже за Т2 поставит, как раз-таки, знаешь, на точке смоука. Это будет хороший вард, если он поставит прямо туда, но хочет пойти поставить глубже. Что же Штормер? Уже в Рошпите, начинает бить, а где Фурион? Ватсон на подходе, в позиции ЕГ, должны драться, я думаю. Нага может зайти сюда со Слипом, просто подворовать этого Рошана, например, но, конечно, дать там Слип плюс Блэкхолл, это будет тяжело. У Катаоми есть Блиндайгер и Катаоми есть Аганим Шард, то есть, конечно же, тренд протектора ты никогда не будешь контролировать, но как-то Рошан подозрительно падает легко. И только сейчас Эвил Джеймис нажимает смоука и понимает, что опоздали, не успевают. Нага там хотела подойти, возможно, как раз-таки нажать сам ультимейт, но также не успевала. И это второй Рошан для команды Энтити с Аганим Шардом. Очень важно его было забрать, Игорь смоуки все лейдут. Идут, идут, Рики в спину, тротик на Фишмана, Фишмана, если чем спасти, даст и нажимается, Фишмана может успеть нажать поляну, Фишман, давай, давай, давай! Поляну дал, Энигу закрывают, он без Блэкхенбара, напоминает, Нага давит Фишмана, Фишман живет, Дима не умирает до конца против Иллюзии, все же допили. Но посмотри, какая позиция, просто ужаснейшая позиция для перуанцев, ужас! Ну и слип от Пакоза, надо уходить, все. Даже несмотря на то, что можно было попытаться считать плэкхол там трех героев, но уже никто не хочет этого делать. Очень четко там Фишмана считал. Как это получилось, что Фишмана не смогли убить, я не представляю? Дротик, стан ли широка, как там не выливается урон, чтобы просто выключить? Конечно, ну Нага не бьет, Трикимару там особо не бьет, Энигма не бьет, в итоге получается, что ты даешь стан и ждешь, пока ты зажаришь его. А есть пайп, есть грифсы у Дарсирчика. Ну и видим, что все это выливается в то, что просто не хватает дэмэджа у ЕГЭ. Нага не готова. Да, мы видим, что урон выдают, по сути, в этой драке только один лишрак. Кибербум от Бутбум, это крутая акция, где вы можете получить гарантированные фрибеты и поучаствовать в розыгрыше топовых девайсов. Все подробности под стримом, кликайте на баннер и там найдете всю инфу, забирайте все приколы от Бутбум. Мэтью сейчас чисто на патруле курьеров, он больше ничего не может сделать, потому что команда не собирается драться. И энтити возвращают свое пиковое преимущество в 13 тысяч золота. Но Нага держится, Нага все еще держится, но в драках мы не видим. Кстати, ты говорил про Тоби, который хочет купить БКБ, все же передумал. Он там туда-сюда прыгал, что купить. Он берет Аганим. Все же Аганим, да. Все же Аганим будет создавать иллюзию, будет панчить. Опа, ну вот. Нормально. Нормально. Денежки, денежки для команды. Правда, мы тебе за это хотят оказать. Ну, он перетягивает на себя внимание. Тут три героя. Хотя, ладно, это давно убил курьера. Все на этом и закончим. Не особо тут много времени антитит теряют. Ну, конечно. Чем ближе к базе враги, знаешь, чем больше шансов это грудь затянуть. Пока что мы тебе справляемся с этой ситуацией. Мы видим, что на боте Нага. Нага начинает распушивать. Что же штормер тоже большой, сильный. Высасывает кристки из иллюзий. КП сифонами, ну и все. Я думаю, по боту сейчас могут идти энтити. Но никак будто бы не торопятся. Не спешат играть. Наращивают преимущества пока что. И в Тир-2 вышки не упираются. Давайте посмотрим. Вообще, к чему это приведет? Потому что Нага-то уже большая. Я не скажу, что Нага здесь супер крутой корп. Потому что ты играешь против Дарксира. Вроде бы ИОИ достаточно. Но, тем не менее, еще пару слотов на Наге. И появится уже урон. Ждем, ждем с нетерпением. Пока вот как-то не получается. Нага в драке, мы видим, тратит много усилий, чтобы убить одного Дезраптора. Иллюзия отправляет все и так далее. Две минуты с Айгисом. Что, Энтити? Что еще успеет сделать, ребята? Топ пропушен, мид пропушен. Стоят при этом товара. То есть мы видим еще проблему ЕГ. Они не могут открыть карту нормально. Учитывая, что один стоит. И на центре, и на ботаме. У тебя это проблема. И ты играешь против Тренд Протектор, там башня еще и фулл хп. Втачь тебе зайти. Вот тебе я гоню. Иллюзия теперь не справляется. Иллюзия, во-первых, создает другую иллюзию хорошую. Во-вторых, она очень сильно проседает по здоровью. Смог от команды Энтити. Наконец-то они пойдут в бой. Куда пойдут? Неужели бы вражеский трегоник? Рисуют. Давайте пройдемся по топу. И может быть кого-то зацепим через лес. Постоянно, кстати, рисуют вот эти все колы по выходу. Штурмштормер, я вот заметил. На карте рисуют именно он. Отдают ему эту задачу. Энигма. Идалона есть, значит, где-то может быть Энигма. Скан имеется у Энтити. Может быть, прожмякнут? Так, чисто. А, ну тут кота вами пошел. Пошел искать. Опа, а вот Эсканчик. Попал на секунду. Он там телепорт от Виспера. А, ну это скан. Это скан был от Эвел Жениса, извините. Да, это как раз таки на брат Виспера пытался понять, ищут его или нет. И скан уже от противника. Но от Энтити поздно. На тоненького, на самом деле. Котомимо, знаешь, сделать шаг право-шаг влево под видом. Ну, Энтити пока что, на самом деле, качаются. Но проблема в том, что преимущество, оно-то особо не растет. Это значит, что сопинг тоже качается. Я думаю, для ЕГЭ этот расклад, он прям супер. Важно, да? Тебя не пушат, тебе не ломают, никакие строения героев не убивают. Нага пока что добирается до шмоток. Очень важно все-таки здесь нафармить на Ришаке. Я думаю, еще пару слотов. И, в принципе, там можно играть уже. Наверное, подключаться как-то в эту игру. Да, время дают. Мы уже переходим плавно из мидгейма в лейтгейм. 32-ая минута игры. Но, с другой стороны, мы говорим про Нагу, но дальше-то Лишрак очень бедный. Энигма бедный. То есть, когда Энигма вступит в активную фазу игры, а рассчитывать на какие-то блок-колы нам не приходится. Мы понимаем, что Катаоми он не будет ошибаться. Он будет давать ультимейту, когда будет понятно, что это развязка драки. Так, слушай, у Наги уже с Кадди. Нага уже очень плотная. 4000 здоровья. Она может драться. Она может прийти в драку. И на самом деле, ей главное просто не попасть под общий фокус, чтобы не было такого, что на нее поставили кинетик, у нее нет БКБ. Поставили кинетик в стенку и зафокустили. Вот если этого не произойдет, Пакос уже может драться. Другое дело, наверное, нужно играть от Блэкхола. В первую очередь, нужно подождать Плинк и БКБ на Энигме. Если это уже имеется, то я все-таки начинаю видеть как раз-таки, как ЕГЭ камбэковый. То есть, одна драка, одно убийство Фуриона и это камбэчный. Это просто-напросто звонок. Знаешь, из преисподней кто-то поднимает трубку, а это Виспер на... А, подожди, БКБ еще далеко. Ладно, тороплю события. Ну, все равно тренд. Хорошо, все-все-все-все. Тут много факторов, но, я говорю, это не та игра Джи Джи Астра, где вообще было нереально на Энигме играть. Но это все еще непростая карта, особенно, когда у тебя денег нет. Засушили игру. Я вижу, что Entity приняли правила игры и тоже качаются, тоже фармят карту и все устраивают. Намного больше они выпармливают по карте в целом. На линии комфортнее бегать. Штурмштормер после шивы тревела. Ну да, уже потихонечку заканчиваются предметы. Айн Диск ты покупать не хочешь здесь? Игра против Шедоу Демона. Как-то особо у тебя нет желания с Айн Диском играть. Поэтому этот предмет Штурмштормер игнорирует. Ну, хочет добрать себя в первую очередь в тревела для того, чтобы быть более мобильным. Понимают, да, Entity, что их сплит пушат. Только ты собираешься по одной линии, пытаешься как-то распушить две, другие, и сразу толкают там условно на гостле широком. Так же Энигма, да, потихонечку подталкивает. Хотя бы никто не умирает у команды Entity, потому что это было бы критично. Сейчас они собираются. Все, а Егиса нет. Станик на Фурионе. Давайте смотреть. Я думаю, ЕГЭ уже тоже могут как-то пытаться что-либо что-то делать на карте, сетапить. Но мы видим, что они просто сплетят, просто фармят. Ну, окей. Кстати, ваться будет покупать Дэйдалус. Так очень важно. Простой и дешевый урон. Но может сработать. Не таки раз, не хватает армора с одной стороны. А с другой стороны, фулл дэмэдж бью получается у нас в итоге. Давайте смотреть, что он тоже штормит. Он тоже активно сыграет. У него гел. Он постоянно бегает ищет девардит, но никого не находит. Уже не знаю, сколько у нас минут не было файт. Ну, там не и кожа, да. А Эгис это реализовать толком не получилось. Но Матю молодец. Матю играет в Бубоку 2017 года. Просто убивает курьеров. Лутается это очень много денег на команду. Это круто. Это тоже по экономике. Намного лучше, мельки тут крипову просто долбил. Да, да. На это время. Слушай, знаешь, можно вот так иногда убить курьера и выбить БКБ. И условно там 2-3 минутки без БКБшки герой. Ну, или без шивы, без фикса. То есть это очень важно. А сам Матю даже погибнет, да. То есть он убил курьера, заработал денежку на с допадения. Ага. На мышью. А тренд просто так взял ультимейт от того. Вообще, ИГ нужно идти вот так вот. Сейчас с энигмечки, с блэкхольчиком то попробовать. Матю. Такая атака уже, знаете, знаешь, будто психанули уже. Надоело, что ничего не происходит в столько времени. И решили поражать столько кнопок вот на ларике. И то убить его не получается. И фишмен даже дайте пулю. Матю за такой блестящий уход вот этой атаки. Ну, слушай, я думал, заберут. Матю, но как можно было не забрать Трикимару? Там, по-моему, показывалось как раз таки на топе герой. Может быть, понимали, что никто не летит. А может, переживали. Даже вдруг сейчас поставится под слип. Знаешь, они находились все вместе. Кучно. И вроде бы кастовая, чуть-чуть сходили, минжевались. Но, мало ли, сейчас бы залетел слип, подошла бы Энигма, у которой вроде бы уже намечается БКБ. Это очень важный таймер. Здесь нам ее покажут. 3500. Ну, у тебя несколько почти есть. Чуть-чуть осталось. Ну, сколько там? Ну, нулик мы продадим. Не хватает. Ну, ладно, пусть качается. Тут такая игра, я не вижу смысла, знаешь, торопить события. Одна-две минуты, ничего не случится. Энтити уверены, что они вот в таком формате, если они сами будут сейчас сушить игру, что они выиграют против Наги, Энигмы или Шрака. Есть у них ощущение, что это будет? Я вот просто боюсь, что Энтити... что шансы наоборот немножко начинают уменьшаться. Так, ну давай посмотрим. Вот Кипер Лейт. Все-таки Дезератор может докупить Аганим, что очень важно. Дорсир, в принципе, герой хороший. То есть, он скейлится всегда, он хорош как раз таки зависит, причем от слотов соперника. То есть, Дорсир Лейт скейлится круто. Нейчерс Профит, ну, может быть, не самый сильный персонаж Лейтин, но опять-таки на 25 установишься супермобильно, начинаешь там все линии толкать себя, пролетишься, да, все, что тут надо делать. Смотреть, кто играет Рикки. Ну, мы тебя уже обнаглял совсем. Наконец-то его там приказывают. На запсервер тоже теряется к девочке героя, а он на фонтане тут уже бегает в этом районе. Да, наказали. Наказали Рикки. Наконец-то. Ну, это ничего не меняет. Да, это же вообще, ну, кайфу. Дальше качаются игроки Вилл Джейнвис. То есть, Рикки там чисто курьеров искал. То есть, по натворству этот Рикки сейчас уйдет наравне с тем же Фишманом. У нас единственная, да, Катаоми на своем сигнатурном тренде особенно выделяется. И вот пока мы сидим сколько уже, минут 8 без драк, преимущество 14-15 тысяч. Вот оно колебается в этом районе без изменений. Прекрасно. И, смотрите, уже лишь раз смотришь, уже такой опасненький. Купил себе Гост. В конце концов, вот это так значит, профит. Теперь можно было переживать, там, под ультимейтем бегать. Потом где-то там, может быть, и Аганим зарядит себе такое замена Госта на будущее. Все-таки дайдаллс добирать. Хотя 0-лифайр хотел Ватсон, в итоге перебылся, да. Летит вроде бы уже курьер, надо добирать. Сейчас очень важно. Рошан появляется с секунды на секунду. Но мы видим, что 45, а враги-то не знают, потому что уже начинается контроль. Как раз таки от ЕГЭ, они переживают, они хотят драться. Есть БКБ на Энигме. Наконец-то! У! По-моему, Лишрака тоже появляется. Там что-то типа Сенчкая. То есть появляется урон. Выживаемость не самая плотная. Есть Гаскипетр, дальше будет Хекс. На самом деле у ЕГЭ появляются шмотки. ЕГЭ уже становится такой боеспособной командой. Что Дуб Демон в эти крутой персонаж. Но, мне кажется, и Тренд Протектор на 25-м становится тоже ультимативным. Очень хорош. База, да. Это, конечно, проблема. Если Тренд этого дойдет. Еще есть рефрешером. Да-да-да. И игра реально к этому может прийти. Да, чекают антизи Рошана. Они хотели в самочке выйти. Или Рошан уж быстро убить. Илюшка у тупиков найти. Рикки продолжает веселиться. Убивая курьеров. Убивает очередного курьера Фишмана. Рошан появляется. Рошан появился. Рошан с Аганимом. Аганим. Ну, Нэчт Профита всегда можно отдать. С другой стороны, есть Фишман, да? Который, как ты говоришь, поляну может раскрыть. Так-так-так. Я думаю, Дизрафтер нужно отдавать. Ватсон себе докупит. У него очень много слотов. У него очень много денег. Вот, Фишман бежит. Ну, наконец-то, дали. Круто. Ну, ты правильно сказал, что Ватсон там, если игра так будет идти, через 10 минут у него просто уже денег будет настолько много. Конечно, он себе купит. Что не скажешь про Дизрафтера. Это вот... Есть такая проблема, там, знаешь, с Гиперлейта, когда Кора продолжает все равно карту все выкачивать, а саппорты бегают, как бомжи. Вот тут правильно распределили. Ну, круто. И рефреш был бы не так эффективен, как наличие статик шторма Аганимного. Так, ну что, Курьера продолжает умирать. БКБ. Вот ты упоминал 10 минут назад, что там может быть и Блэгин Бар в Курьере. Так и оказывается. Это еще на Дарксирчике, да? Там, условно, 3 минуты мы будем ждать. Я не думаю, что Энтити пойдут без этого БКБ. А с другой стороны, могут. Вот что их останавливать? Все-таки Фурион большой, с Аегисом. Есть Аганим, наконец, на Дизрафтере. Сейчас два Энерджи Бустера. Он мискликнул или что? Что он там хотел купить себе на Шедоу Демоне? Там, короче, если Квикбай же нажимать иногда, оно сразу два шарика может. Дважды, да, закупает. Да, да. Или он хочет себе купить Арканы и... Ну, короче, он не хотел себе купить два Энерджи Бустера. Это факт. Меня это бак бесит нереально на Квикбай, что он покупает именно так. Лиза не будет пока. Подставился. А у него топорик в стэше. Господи, Крислаг умер перед базой. Да, есть байберг. Но какая же ошибка от него. Яй-яй-яй. Возможно, даже критическая. Но давай посмотрим, как теперь будут играть Энстити. Вот убили героя. Есть Аегис. Все, что нужно, имеется. Единственное, что БКБ, конечно, погибло. Но на хигран-то идти можно? Я думаю, Т2 нужно забрать. Ой, Мэтью. Ой, Мэтью. Ну, если команда Элл Дженлисс заберет эту карту, Мэтью МВП. Ну, потому что он столько там делает работу. Он сколько... Я думаю, тысячи четыре-пять уже заработал за Курьера. Вот сколько он убил. Сейчас, тем более, Курьера уже где-то по 500 золота ты получаешь на команду за убийство Курьера. Сейчас это особенно ощутимо. Красавчик, конечно. Красавчик, да. И как раз какого-то у Блэкинг Барра не хватит. Может быть, сейчас Тоби это и будет крайне необходимо. Падает Т3. А там Т3 в ответ тоже падает от Наги. То есть в виде крипы тоже пушатся. И ЕГЭ достаточно просто дефать вверх. Доживает Акрис Лака. И, наверное, Ватсу нужно уже улетать. Потому что база падает. Там тренд работает, насколько это возможно. Но Глифа-то нет. Да, это может быть размен. Дротик. Ватсона. Лотус тут же. Глэйпнир в ответ Мэтью уходит. Детекшн никакого нет. Интересная история. Ну что? Падает Т3. Иллюзии снова выходят. Иллюзии такие уже гадкие. И прям очень много урона. Но их пытаются быстро убить. Панч появляется иллюзию команды Энтити. Собственная Нага. И первая линия падает. Есть Глиф. Подожди, подожди. Линия еще не упала. То есть, ну, рейнжовый барак, конечно, упал. Есть Глиф, будут лежать. Нет, отдают стороны сейчас игроки команды. И Вилджиниусы, хотя могли попробовать. Знаешь, на конец экзорцизма дать слип. А Егис вот этот, понимаешь? То есть, как выйти-то? Выход от Виспера. Ломает деревья. Получает Глэйпнир тут же. Мэтью. Дротик закинул. Тоби закрыли. Тоби на Сурже пытается убежать. Нужно и правда. А что здесь оставаться-то? Командир, есть какой-то смысл. Ну, пытается драться. Врыв от ДП. Нареки. Нага. Можем принимать ДС-Профит. Очень опасная позиция, что он что? Мэр нажимает Блэкинг Бар. Нажимает Тифон Статик Шторм. Аганимный! Закрывает лишь РК. Аой, Дизрапшн. Статик Шторм продлится. Недостаточно. В этом. Рецепт Шторм. И Котауми не может помочь. Но игроки Энтити живы. Урона не хватает. Ах, как обидно. Какой момент. Но этого мало. Этого мало. Убивает Фишмана. Он тут же выкупается. С пруты на ногу сирену. Контро-атака. Трипрайбек от команды Беллженис. Пытается убить Неча с Профитаа. Он Саэгиса. Избивает одного. Второго. Очень болен Шаракут из Рапшан. Лишарак продолжает сжечь. Врывает Энигма. Выбили. И первая жизнь у Нейча с профитом умирает Транпротектор. Но, похоже, второй должен убивать Ватсон, ставит фрукты, пытается уйти. Никуда, конечно же, не уходит. Но это три байбэка. Это три байбэка. Но, как минимум, ребята показывают, что у них есть комбинация нажать слип и дать блэкхолл, когда Транпротектор уже отдал свой ультимейт. Мне кажется, поздно начали ЕГЭ. Отдали сторону, не прожали гриф. Решили подраться после. Какую-то позиционку они потеряли в один момент, когда вот сейчас покажут. Энигма, блин, конец. Рикки Мара куда-то полетит там, непонятно куда. Подставится в итоге у нас Лишвак. Да, его спасут, его подсейвят. Но, увы и ах, да, дэмэджа там на самом деле не хватит. Ну и давай посмотрим вообще на Тимфаре. Очень красиво было. Вот, 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 вот сейчас мы видим Мэтью. То есть дает дарт. У нас Энигма потеряла позицию блинк на кулдаунин. Пакас теряет иллюзии. Все, Тоби дает хорошую стенку, вакуум. Лишвак стоит в позиции под БКБ, под Болстон. Он Шторм Штормер вроде бы под ультимейтом, но его никто не бьет. И Фишман ставит хороший на самом деле статик. И делит команду. Ой-ой-ой, ничего себе, ничего себе. Куда пошли злые гений перуанские? Поляна. Та самая, которая не позволяет тебе ничего сделать. Нага умирает без бая. Еле-еле уходит лишь рак. Наги не будет 80 секунд. Она не выкупалась. У нее просто денег нет. И никакие тут баунтирунные курьеры не спасут. Ну и снова планы Шторм Штормера. Очень простой парни. По миду идем. Ломаем мид. Может быть переходим на ботом. Потому что там-то два уже нет. Ох, ну на кураже пошли, ребята. А может быть не видели другого исхода. Хотели выбить байбеки. Но получилось вот так. Байбека и не выбили. Диздраптер выкупался до этого. Нагу потеряли. Ну Фуриончик летит. Конечно есть Глиф. Ну а с другой стороны до Наги 50 секунд. Ой-ой-ой-ой. Такое ощущение, что сейчас просто-напросто зайдут на базу. Начнут бить и поймут какой-то момент, что Нага без байбека. Ну давай посмотрим, как разыграют Энтити. Нужно лететь. Ватсон в позиции. Начинает ломать Т2. Вызывает мнение. Все. Можно бить хайграунд. ЕГЭ, наверное, должны отдавать. Рефреш оунигмы. Ну что, нажать рефреш, выложить рефреш, чтобы противник не знал. По-хитрому надо что-то сделать. Потому что сейчас команда Энтити не ждет Блэкхол. Или ждать два Блэкхола, да, по таймингам. Но тогда придется мид, по всей видимости, отдать. Пять секунд. Ну да-да-да. Все, Энигма будет ждать, само собой. Два Блэкхол. То есть можно получить овергроуз. И после этого нажать рефреш. Еще один Блэкхол. Все. Вера 30 тысяч золота, но Вера есть. Вот Энигма, который покупает рефреш. Это уже совершенно другая история. А что я наговорил? Они даже в сторону не забрали? Не забрали. Не забрали. Да-да-да. Остается Т3. Ждем два Блэкхола, получается? Ой-ой-ой. Какая интересная игра. Да. Ждем. Ну, это должен, наверное, быть не просто Блэкхола. Должен выход от Наги быть. В идеале, чтобы Нага была с Блингдайгером. И Нага как раз таки хочет купить себе Эркем Блинг. Как я понимаю, чтобы мгновенно нажимать прыжок слип. Мгновенно. И выбрать идеальную позицию для Блэкхола. Шанс есть. Шанс есть. Это не игра, там, где у тебя 0% показывают иногда Доту Плюс. И там, будет, наверное, 2% или 3. Я даже, ну, 6. Ну, кстати, справедливо. Не-не-не, шанс хороший. То есть, 31000 перевес. Но Дота дает обычно столько не дает много. Но это игра Энигмы. Это игра с Нагой. Был бы еще Дизраптор слева. Все. Я бы сказал, класс. Заливаем на злых гениях перуанских. Они задушат. Ну, Энтити. Все внимание на Тренд Протектора. Тренд Протектора, конечно же, Рефрэш бы самому не помешал на таком этапе. 3-700. Ну, Катауэми надо бы. Может быть, стоило сейчас, кстати, вообще покачаться как раз до следующего Рошана. Или Рефрэш шар забрать, в конце концов, с Рошана. И быть готовым к этим атакам Энигмы. В общем, от Катауэми много зависит. Да, появился Ахекс у нас на Death Profit. Причем есть Тривела. То есть, даже если Шторм Штормик как-то погибнет, он сможет байбэкнуться и всегда пролететь. Также, я думаю, нужно подождать... А, подожди, у нас все. Очень много байбэков команды Энтити. А вот у ЕГЭ проблемки. Скорее всего, это такой all-in от них уже будет. То есть, пан или пропал. Либо мы даем хороший Блэк Холл. Ну, либо нет. Все. Вариантов больше я не вижу. Но они могут камбэкнуть. Я бы сказал, что у них на самом деле процентов 10-15. То есть, один Блэк Холл, одна какая-то ошибка от Энтити, и они уже в игре. И эту игру они могут не отпустить. 20 секунд таймера 4-го Рошана. Но Evil Genesis по-хорошему нужно уже под эти тайминги готовиться к выходу. Как раз одному из последних, возможно. А, возможно, к выходу того самого камбэка. Пенечки здесь контролируют потенциальный смок. Ну, все. Готовы. Evil Genesis. Поехали, перуанцы. Постараются сотворить чудо на наших экранах прямо сейчас. Ну, для этого нужны божественные Блэк Холлы под Слип Наги. Видят реки. Ну, надо нажим Вижн. Нужим Вижн, да. Стоит в Арте, как минимум тут один на речке. Руна ДД. Ух ты. Ну, тут надо просто Наги забирать без ботлов. Просто идти. Ай-яй-яй-яй, куда-куда Нага? Здесь ботл, здесь ботл. Ой, ну ты слаг берешь. На Ишраке это совсем нет. Ну, конечно, конечно. Ну, Нага улетела. Нага улетела. Люди отправить по верхней линии. Поэтому пришлось оставить руну лишь Раку. Ну, конечно. Знаешь, энтити могли иметь там Вижн. А ты стоишь под Вижн, да. Скинул ботл и стоишь, ждешь в позиции такой. Ну, сейчас прилетит Нага. Заберет баночку. А тут раз-раз-раз на тебя напали. Да-да. И обидно можно игру отдать. Катаоми поставил ворды. Почистил Вижн весь. Про Катаоми знают. Ломает деревья. Катаоми оказывается... Видим. Пытается его быстро убить. Залетает Хекс. Но дальше ребята испугались. Суступает к тому окурсу. Ей закрыли Энигму! Виспор. Глимс или что там? Как получилось? Виспор уходит из этой атаки. Как он вышел? Нажимает БКБ. Но не нажимает больше ничего. Ну, там, похоже, что-то на Глимс залетело. Я просто другой не могу представить, что это могло быть. А, Катаоми. Но это не важно. Подожди, что-то... Энигмы нет. Энигмы нет. Жак погибает. Блоколов не будет их самок. Потому что Энигмы закупается в ноль. Ну, само собой. Все равно таймер висит. И она готовится чуть ли не одна. Ультимейт от Катаоми. Знают, ребята, про таймеры на байбеке. Знают, что никто уже не вернет еще один вакуум. Нага одна против всех. Пытается драться, насколько это возможно. Но нет. Покупается Пакас. Ну что, ребята. Просто пойти по миду, забрать все линии. Или вернуться на Рошана. Но вообще, когда ты знаешь, что нет байбеков, у тебя должны быть тайминги. Да этот Рошан мне не нужен. Ну, точно можно было заходить по миду, начинок ломать. То есть, Нага, Шадо, Демоны, Регивара. Как они будут дефт, они могут только лишь замедлить твой пуш, но при этом все мысль подставить. Конечно. Не смогли убить даже тренд протектор. Вот я не знаю. Наверное, проблема драфта. Не хватает берста. Подцепили тренда. А кто бить будет? Вот здесь, смотри, Глимс сработал. Виспер выезжал. Хотя Виспер там точно бы погибал. Нельзя было засыпить и Виспера, и Пакаса. Ой, ну вообще, это была игра на грани руина. А пристань? Посмотри, вот сейчас, что же тоже засыпает. Он уснул? Ага. Да, ну тут, короче, да, повеселись. А к тому, что Фиш Мурмак так завернить, представь, Мурмак оказался в хорошей позиции, еще и вышел в высоту статик шторма агонимного. Дал бы плакал, еще один статик шторм, закрывает Нагу в этот раз. Ну и Пайнчет, создает иллюзии. Нага живет, пытается нажать ультимейт, нажимает. Тоби бегает под Блэкинг Баром. Спрута и Васса под Блэкинг Баром. Убивает Баказа. Ну и он умирает после байбэка. Ну что ж, пюранские злые гении боролись на родных трибунах, но... Хотя ладно, у нас Энигма. Давай еще пока ставим микроинтригу, да? Чуть-чуть, чуть-чуть. Ну слушай, был Баганим. Ну нет, ну не могут ли они все так подставить. Кто-то нужно к пятером вставлять, я не знаю, что должно произойти. Ватсон бьет трон, у него Аегис, шторм штормер стоит в позиции, готов помочь. Ну и побежали. Тоби, да, просто развлекать, потому что Ватсон ломает трон. Трон падает, ЕГЭ в патовой ситуации, Кристаллак появляется, дает ста, но нужно бежать, нужно как-то бить этого хуриона. Виспро не может выйти, он знает про трон протектора, только дать Блэкхол, чтобы сразу ультимейт поймать. Но Трон-то падает. Чего ждать? Ждать нечего, нужно врываться, Блэкхол. Еще один Блэкхол. Вот там Трон, Томанцы просто в этот момент бьют трон, пока Блэкхол и всякие мана не хватает. У Виспро это конец. Ну что ж, нас ожидает очень неприятный...